Чтобы стать хорошим фармацевтом, недостаточно просто отпускать препараты. Важно разъяснять правила приема, быть внимательным и чутким к людям. Все это становится возможным, когда по-настоящему любишь свою профессию и, конечно, знаешь точную науку. Но практика в этом деле особенно важна. Прежде чем стать высококлассным специалистом, нужно понять внутреннюю кухню. Студенты и преподаватели медицинского факультета СУГУ с этим уже золотым правилом согласны на 100%. Для того, чтобы получить ярко-желтый цвет, мы берем ацетат свинца, добавляем несколько капель. Затем берем калийод однопроцентный и наблюдаем окрашивание. Эти эксперименты с пробирками, в которых мешают растворы химических элементов, в чуть ли не всей таблице Менделеева студенты-фармацевты просто обязаны знать на отлично. Новые лекарства здесь, конечно, не изобретут, но из чего не состоят, покажут и расскажут. Вот чем для Элины Ходовой интересна ее будущая профессия. Три года уже продолжается мое знакомство с фармацией, и мне это очень нравится. Это некая помощь людям, и это меня очень вдохновляет. То, что я могу помогать посредством того, что я изготавливаю лекарства, помогая людям выздоравливать. Сейчас при госуниверситете на кафедре фармации учатся больше ста человек. Это студенты из нашего и соседних регионов. Все они знают после аудитории и книжной теории. Их ждет реальная практика и опыт работы. Только так можно взрастить кадры, которые действительно будут помогать людям. На пятом курсе нет ни одного человека, который бы не имел практического опыта работы. То есть это допускается. Они после окончания четвертого курса могут работать, поэтому они, как правило, все работают. Но сейчас хотелось бы отметить, что с следующего, с 2023 года вообще разрешили студентам работать с третьего курса. Так что мы думаем, что практическое сотрудничество с оптичными организациями будет только расширяться. Там, где одни только учатся, другие уже знают и делают. Тот выпускница медицинской академии Ида Габулова на первой производственной практике поняла со своей профессией. Не ошиблась провизор. Не тот, кто просто продает лекарства. Это ответственная работа без права на ошибку. Я уже планировала в школьные годы даже поступить в медицинский университет. Но конкретное направление я пока не знала. То есть мне нравились все направления. Но в конечном итоге я выбрала фармацевтический факультет. Он показался мне довольно интересным. Больше всего опыта я набралась именно на работе. То есть теория вообще не сравнится с практикой. В теории я, можно сказать, многое упустила. Но вот именно когда я пришла сюда на практику, и мне предоставили возможность и отпускать людей, и принимать товар. То есть и в производстве мы были, на производственных аптеках. Это совсем другое. То есть это неимоверные знания. То есть огромное количество новых знаний. И, естественно, практике это дает большое преимущество. Преимущество в том, что сразу после практики работодатель может отобрать лучших. И вот тут уже не поспоришь. Теория решает многое. Именно от умения подобрать правильный аналог медикаментов. Зависит здоровье человека, говорят фармации. Здесь около 150 студентов в год пробуют себя в роли будущих провизоров. У нас остаются, в наших аптеках есть специалисты, которые и проходили у нас практику. А потом, после прохождения практики, у них было желание остаться в этой аптеке. Надо отметить, что это, наверное, хорошая традиция. Это и хорошо, что если студент поработал или проходил практику в аптеке и туда возвращается, это мы и для себя, как я руководитель, тоже считаем хороший знак. Значит, данная аптека хорошо работает и показывает свой профессиональный опыт, передает так, что, значит, у студента появилось желание остаться в этой аптеке. Поэтому это прохождение практики, это, конечно, первый этап подготовки профессионалов в любой области работы, ну, в частности, это в аптечной. О том, как важно готовить высоко квалифицированных фармацевтов, мы хорошо поняли в период пандемии, когда вопрос в аптеке, как лечить на тот момент еще плохо изученный вирус, звучал чаще, чем когда-либо. И неудивительно, что сегодня именно в этом направлении образования будет больше бюджетных мест. Алина Цгой, Артур Гогловь, специально для программы «В итоге».